здравствуйте мухомор и дети можно ли давать ребенку мухомор ежовик гребенчатый и так далее психотропы психотропы можно ли давать очень часто мне пишут в телеграм а я вот даю ребеночку а ему 6 лет или 10 лет мухомор или ежовик или еще что такое психотропное а вы можете скорректировать дозу я спрашиваю а для чего для чего вы даете ребенку психотропа так уточню я закончил второй мед ргм у москва педиатрический факультет педиатр имеет право идти на любые профессии взрослый психиатр взрослый хирург и так далее потому что мы когда учимся например кардиология мы учим детское сердце причем у годовалого полугодовалого пятилетнего десятилетнего 18-летнего и всегда еще чуть-чуть побольше нас часов взрослое сердце вот поэтому я сразу после педиатрического факультета параллельно с интернатурой по педиатрии работал на скорой помощи на взрослый сразу но я педиатром не стал но какие-то базовые знания есть даже интернатуры по педиатрии поликлинике работу в больнице немного и вот с этой позиции я вам расскажу как психотропы влияют на детей мухомор мухомор товарищи у ребенка растет и развивается мозг как он развивается мы не знаем до конца на микро уровне понимать что на него действует мы до конца не знаем задача педиатра задачи деск детского невролога на самом деле по минимуму назначать психотропные препараты по минимуму очень твердое решение у детского психиатра у детского невролога у педиатра добавлять ли в терапию при каком-то заболевание психотропный препарат почему потому что мозг растет и развивается и мы можем нарушить и отсрочно у него будут очень серьезные проблемы пограничное расстройство у него сформируется мозг неправильно если мы будем давать серьезный препарат как мухомор в котором есть вещества которые и на серотониновый и но дофаминовый обмен и на гаммкергической и на глутаматный и на цитилхолиновый и на аденозиновый да это формирование памяти обучения мы будем давать ему мы не по непонятно как мозг созреет может быть этим мы сделаем ему сделаем ему шизотипическое расстройство личности и он будет знаете у него будет мир как в рент в великаны звук взрослого человека внутрь в уху уход во внутренний мир до вы неряшливый ну и так дальше с типическое похоже раньше говорили вял текущая шизофрения да но сейчас шизотипическое расстройство неважно мы изменим его потому что каждый день при росте мозга формируется связи нейронные рецепторы да понятно они они в раннем действии у нас церебральный тип развития головы у нас практически там до 90 до 80 90 процентов мозг развивается где-то у ребенка семи лет большая такая голова маленькое тело но тем не менее дальше ты идут связи такие развитие мозга на микро уровне и вот тут мы добавляем психотроп для чего чтобы ребенок стал осознанный да вы что чтобы он стал осознанным надо ему давать нормальные кружки любовь книги чтобы он раз и развивался вы должны ему показывать пример не включать агрессивного сейчас соловьева или арестовича вот я сейчас захожу ребенок маленький бегает и играет вот это вот 60 минут вечер соловьевым еще какая-то рунда кого формируете или какой-нибудь малахов все эти истории дебильные разрешаете ему очень много работать с телефоном и он погружен туда и тоже плохо вот надо чтобы он и с телефоном работал это новая современная жизнь и гулять ходил и книги читал и за интересов видел любовь вас наверное наверное скорее всего мухомор мухомор когда вы задумывались задумали что нужно давать его ребенку наверное нужно давать его вам может быть вы токсическая мать может быть вас гиперопек или гипоопека может быть вам нужно мухомор ты пить потому что мухомор это уже лекарственный грипп и он дается когда мозг развился и у мозга проблемы маскированная депрессия сезонная депрессия апатабулическая да мы добавляем остыния мы давляем ежовик но когда уже мозг сформирован и от этого мира который мы видим только цивилизацию 5000 лет мы еще эволюционно не готова ни к городам а сейчас не к информации не к свету до ночного мы еще еще не эволюционировали прошло всего там сто поколений это ни о чем поэтому у нас проблема у кого-то да кто не готов бороться с этим миром агрессивным он был создан чтобы сидеть в пещере охранять стоянку собирать вокруг этой стоянки травы даже мужчина мужчины тоже собирать готовить кушать и ждать альфа самца который принесет мамон но он лепит горшки спокойно на природе и так далее понимаете и и это все прошло несколько несколько сот поколений и вот ты уже в городе где свет где шум где какой-то начальник где мама тебя заставила поставить по поступить в институт который ты не хотел нестыковка и вот получается проблема депрессия тревога зависимость но это у здорового мозга выбора иногда да вот я работал в отделении для до до года да начинал работать ну при обучении в интернатуре три месяца в боксах и вот у ребенка у мамы рода были у нее был узкий таз он получил по сути травму он гипервозбудимый на помимо рвы и он еще не спит орет кричит и вот трое врачей наклоняются и думают назначать ли глицин или нет глицин назначать ли психотропом или все-таки остановиться на мяте но это больной ребенок и у нормального врача задача детского по минимуму дать да хоть антибиотик хоть что потому что ребенок должен сам тренироваться с вирусами с информацией тренироваться обучаться и побеждать сам знаете как хорошо быть педиатром потому что ребенок реагирует очень быстро на препараты вот он был чуть ли не умирал но и в реанимации еще работу баба бабах и все он живой он хороший он дышит взрослого и она скоро работал тоже на взрослый реакция не такая не такая быстрая тягучие на любые препараты то есть ни в коем случае вы тем более самостоятельно не должны давать ни один психотроп даже мяту даже глицин глициновый рецептор у нас ой какие важны знаете как все это ерунда когда говорят глицинное не доказано доевал когда насоску насоску мы давали размолотый глицин под язык все ребеночек с гипервозбуждением засыпал факт факт мне не надо ничего доказывать когда какой-то врач который которому нужно просто взять тут 10 суток и в больнице поработать серьезный скоропомощной тогда он будет говорить в детской тем более когда он бога будет говорить что-то когда я вижу вот эти особенно когда еще простите сиськи показывает что-то там танцует по поют ну я не хочу ее назвать коллега или его вы знаете да тебе нужен хайп или ты должен лучше быть как казаться чем казаться многие кажутся это очень печально я видел некоторых которые начинают рекомендовать всем в подряд слава богу они не врачи и мухомо ребеночку и и жорик это печально вот так ребят вот так ребят детский мозг должен развиваться самостоятельно а если какая-то проблема ни в коем случае самому ничего не назначать самой ничего не назначать идите пожалуйста к врачу педиатр невролог детский психиатр это однозначно это не обсуждается единственное что я знаю со мной общается некая группа пальцы опа паутизма по детскому вот они самостоятельно потому что там нет никакого лечения уже не знаю что с этим быть они начали давать самостоятельно мухомор ребенку но это понимаете аутизм уже непонятно то лет другой мир у человека то лет за любые заболевания и у них какие-то положительные результаты вот он не должен еще позвонить они организовали группу когда уже серьезно они отказываются от лечения не помогает и вот у них результаты положительные у кого есть аутизм у ребенка подпишитесь на мою группу давайте пообщаемся если вы вы все обдумав плюнув на медицину самостоятельно стали давать мухомор я говорю нет это нельзя на официально но посмотрю как ваш эксперимент это же ваш ребенок ну что делать врачи на альберт кох например когда туберкулез изучал выпил пробирку с мокроты туберкулеза заразился и посмотрел как на себе лечится и многие врачи так это делают да для человечество почему нет в целом посыл поняли да все ребят давайте к неврологу детскому педиатру сначала пускай диагноз ставит психиатр самостоятельно ничего ребенку не назначать из психотропов декорат а